Евросоюз закрыл балканский маршрут для беженцев. Такое решение приняли на экстренном саммите ЕС в Брюсселе. Сейчас нелегалы используют балканские страны как транзитную зону на пути в Германию и Великобританию. Власти Евросоюза долго решали, как сократить поток беженцев и в итоге договорились с Турцией. Официально Анкара согласилась принять людей, но взамен потребовала от Европы увеличить финансовую помощь. Об итогах саммита Вадим Глоскер. Турция готова принимать обратно всех нелегальных мигрантов, прибывших в Европу, невзирая на их национальность. Ну а взамен ЕС будет забирать из Турции по одному сирийскому гражданину, который имеет право на политическое убежище. Как это сделать на практике, пока не особо ясно. Ведь взамен Анкара потребовала от Евросоюза ряд порой невыполнимых условий, а именно отмену виз к июню. Или вот, например, как можно быстрее инициировать процедуру вступления Турции в Европейский Союз. Главное же во всей этой истории – деньги. Когда Евросоюз только объявил о том, что готов выделить 3 миллиарда евро Турции для решения кризиса с беженцами, стало понятно, что Анкару такая цифра не устроит. И начнется своеобразный торг. Что называется, как воду глядели. Перед началом экстренного саммита Евросоюз-Турция власти Анкары заявили, что хотели бы от Евросоюза 20 миллиардов евро. В итоге был найден некий разумный компромисс. В 6 миллиардов евро, правда, и этих денег на сегодняшний день у Евросоюза нет. Нам пообещали 3 миллиарда евро. И знаете, это не идет в казну Турции, как это нередко представляет европейская пресса. Это все на нужды беженцев. Турция не нуждается в деньгах. А вот беженцам нужны 20 миллиардов. Пока турецкий премьер ставил на вид европейским журналистам, лидеры ЕС поставили на вид самому Давут Аглу в контексте закрытия турецкими властями оппозиционной газеты. Мы говорили сегодня с премьер-министром Турции о закрытии газеты. Все с нашей стороны дали понять, насколько важна для нас свобода прессы. На этом мы указали также в итоговом коммунике. Что же касается денег, то пока европейские лидеры не готовы тратить такие суммы. В результате договорились выделить 700 миллионов. При этом Евросоюзе прекрасно понимают, аппетиты Анкары будут только возрастать. Но главное, о чем этой ночью договорились в Брюсселе, Европейский Совет принял решение положить конец потоку нелегальных мигрантов через Западные Балканы. Чтобы содействовать этим изменениям, мы намерены оказать масштабную поддержку Греции. Мы экстренно направим в страну всю необходимую помощь для борьбы с гуманитарным кризисом. Мы также продолжим сотрудничество в деле контроля за ситуации на границе Греции, Македонии и Албании. Другое дело, что прибывающие в Грецию и Турцию через Эгейское море мигранты в количестве от двух до трех тысяч в день теперь окажутся блокированы в этой стране. Ну хорошо, если Анкара выполнит свое обещание и заберет этих людей к себе. А если за выбиванием денег об этом позабудут? Ну а ситуация на греческо-македонской границе уже не просто чрезвычайная. Ситуация отчаянная. Как вы можете видеть, здесь более 10 тысяч человек, большее число из них дети. Для них это тяжелое испытание. Мы стараемся помочь грекам с ресурсами и специалистами. Впрочем, как полагают лидеры ЕС, если они не помогут материально Турции, то уж свою Грецию точно не бросят. И как было объявлено сегодня утром, к концу года свободное перемещение граждан внутри шенгенского пространства однозначно будет полностью восстановлено. То есть ни о каком изгнании Греции из Шенгена речи больше не идет. Ну а после всего этого глава Еврокомиссии поздравил всех с праздником 8 марта и посетовал, что премьер-министр Турции не женщина, а то было бы нам всем приятнее, недвусмысленно заметил Жан-Клод Кюнкер. Вадим Глузский и Борис Фильчиков, Европейское бюро НТВ, Брюссель.